I have ways of blowing things off. Можно бы нырнуть, посмотреть что у нас есть, есть платформочка, уж не знаю к чему зачем, давайте пока что я ее на ту сторону перетащу, наверное для того, чтобы я тут смог как-то забраться, без меня вряд ли бы получилось. Оу, извиняюсь, а это выглядит как модуль для нашего корабля, а ты кто такой вообще, что-то горючее, не горючее, непонятно, возможно кстати да, горючее. Сейчас это не работает, видимо будет работать, возможно это как раз паровой двигатель, ну вот для нашего агрегата, который нам нужно будет потом поставить, наверх я тоже проникнуть никак не могу. Стой, а выйти как отсюда? Понял, я не думал, что оно будет сейчас работать, а оно будет? Ха-ха-ха, это как мехами надо разжигать. Туда или туда? Тут оно погасло, значит... Мне опять? Или мне нужно на этот раз... Подожди... Сюда можно... Видимо нам нужно найти еще топливо для того, чтобы оно двигалось. На, вот, вот, вижу. Такая же практически фишка у нас была там, что, собственно, его надолго-то не хватало. Гляньте... Прям радиостанция какие-то... А это, собственно, не наша дорога, которой мы двигались... Ведь прошлая игра, она закончилась как раз на берегу, а тут нам показан маршрут по земле до моря. Так, а ты у нас... Очень умно... А куда ты выгружаешь его? Просто вниз? Дай мне третий крючок, кто-то тоже... Пошел... 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 Да, просто туда мне вниз это все выгружает. Раз оно поехало, давайте посмотрим, что тут еще есть. Опять же, синим выделены все важные моменты игры, поэтому... Синие крючки, синяя кнопка и синее обозначение на карте. Потрогать, пощупать его, конечно же, не могу, но опять же... Что, что, что? Мне, наверное, показалось. Просто такая атмосфера, что оно немножко нагнетает, оно может показаться вполне. Закину все внутрь. Я уверен, что всем этим можно топить. Интересно, будут ли какие-либо, ну, грубо говоря, штрафы за то, что ты топишь неподходящим? Чемоданы, посылки. Их тоже можно сжечь, но давайте я сначала сожгу топливо. Нет. Оп. Двигать можно вперед и двигать можно назад. Что, если вперед? Оно совсем не быстро едет. Мне интересно. Нам, по идее, нужно бы назад, конечно, но что, если вперед? А, вон уровень топлива, кстати, вижу. А впереди ничего. Стой! Оно горит, но тут можно... А, минуточку, мы это к себе подцепили? Топлива у нас есть? Топлива у нас есть? Если что, его хватит. Мне интересно, что вот это. тут кресло у нас загородило? Сюда мы пройти никак не можем. у него не хватает мощности так туда тоже не могу ничего сделать оттуда есть лестница что очень странно ну ладно тут все прогорело это не страшно а вот уровень накачки вот 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 все 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 я понял есть вот топливо а вот уровень накачки так наверное надо не перегреть я эту штуку с собой тащу да я его подцепил с собой ok ну что я по максимуму идем сижу смотрит это все как завороженный черт побери интересно а я не вижу когда там нужно стоп машину то делать она сами остановят мы чем еще что-то спихнем все спускаем пар топлива это с собой заберу конечно же у не топлива эти вещи которые типа могут нам послужить потом топливом потому что она работает на всем что горит как одна известная подводная лодка а туда наверх я попасть не могу да не могу дальше ехать я тоже не могу может быть мне тут надо на полном ходу вот эту штуку протолкнуть для этого нами топлива дали не останавливайся давай прокачаем на максимум давай чувак давай 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 не никак а теперь мы и сюда не отъезжаем подожди пока я не спалил все топливо пока у меня еще хоть что-то осталось а вот что нужно было серьезно вот для чего оно было и я именно поэтому не мог назад уехать что теперь ладно 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 давайте думать логично это мы столкнуть я думаю что мы сможем как-то это протолкнуть но мы сейчас находимся уже над нашим кораблем поэтому тут по идее ничего а я могу прямо в эту же ясно почему-то я думал что нам нужно будет присоединить этот модуль вот хардкор а у нас есть уже это двигатель просто нам нужно было его подпитать блин тогда нам нужно было побросать то топлива сверху чёрт ну ладно что есть то есть это мы просто запустили механизмы это весело ну а сейчас например знание про первую часть меня немножечко подставила потому что я заберу потому что я понапридумывал себе что мне тот модуль придется что-то чинил тут и а это просто это открывается я понапридумывал себе что придется блин придется подсоединять так это тушить окей я понял воды у нас тут бесконечно придется подсоединять эти модули но их не пришлось подсоединить это у нас ход это у нас пар нас там наверху научили чтобы мы здесь уже могли поэтому здесь раскочегариваем и на полном ходу пробуем пропихнуть вот эту штуку давайте сначала мы его раскочегарим на полную теперь дадим полный ход пошел да это работает просто сносим все выгребли заметьте не отгребли а выгребли внизу можно вешать вещи для растопки смотрите и они будут автоматически подаваться можно отпустить кстати передний ход она мне будет показывать да то есть малый вперед и полный вперед давайте наверное на малый вперед поставим музыка сразу стимпанковая такая хорошей приятно что они тут поменяли немножечко механики то есть они вроде такие же но все равно новые все равно приятно так как красные стержень это у нас перегрев двигателя наверное кстати да подбавим немножко топлива подбавим немножко топлива получается что мне его теперь придется а у меня тут куча топлива внизу я знаю там наверно честно пропускаю подождите и у меня открылся люк снизу потом когда остановимся я хочу еще внизу больше по исследовать но по крайней мере мне пока что есть топлива на будущее сейчас мы прокачаем синяя синяя шкала это оптимальная так понимаю что все прогорело нельзя этого допускать потому что при полной растопке уходит больше ресурсов я помню да синяя скорее всего это оптимально шикарно а зачем нам сейчас ой блин а вот это я сейчас зря делаю да я зря иду на двигателе сейчас огонь немножечко утухнет и я наверное его выключу хотя возможно если у нас сейчас штиль я не знаю просто мы вышли уже на улицу там нельзя было поднять парус но сейчас на улице лучше было бы пойти с парусом я почему-то уперся в топлива и такой о да давайте топлива топлива типа дали же новую механику надо же ее как-то работать давайте сейчас догорит топлива остановимся идеально вообще-то не останавливаться ой сохранял прошла точно останавливаться пара стой мы штуку можем протолкать да что это такое погодите я не по это радар какой-то сонар так починку пока оставлю здесь погодите во первых подводная часть она все таки а вот оно как и тут все таки дверка так это я заберу с собой спасибо фонарик еще никому не вредил хотя это топливный отсек подождите возможно фонарик стоит положить этаж положу его пока что здесь на улице теперь раз такая пляска ну-ка тут же огромный бездонный мир как бы опять же это не прозвучало куда можно ходить плавать находить по пути на дело в том что до этого мы ехали видели какое-то топливо я бы обычно останавливался подбирал на здесь его не увидишь как таковое здесь нужно прям каждый раз нырять исследовать и каждый раз когда я нахожусь påz SAID ну под показ米 что licenseesan да ладно Appreciate египпы когда я нахожусь под УД для не ощущение что это Пропускает сверху как раз когда нахожусь сверху у меня ощущение что что-то Пропускает здесь похоже до конца игры от этого я так и не смогу делать так не понимаем не нужен ли мне набор воздуха какой-то. Вот эта штука, она выглядит, ну, явно как пасхалка, куда можно заплыть, что-то можно сделать. Оу, смотрите. Топливо. Кто бы мог подумать. Заберу. Его там много. Почему бы нет? Я вообще думал, как бы туда заплыть, а казалось, что я тут нашел залежи... Я ничего не подобрал, ничего. Нашел залежи топлива, что приятно. Да, это... Пока что просто здесь... А почему ты каждый раз закрываешь, дружище. Ну, ладно. Безопасность тоже нужна. Тут что-то осталось? По-моему, да. Еще два ящика осталось. Не, ну, четыре ящика с топливом. Это вам не здесь. Тут вам не здесь. Я заберу. Это можно долго уплыть. Это критически важный ресурс, между прочим. Потому что ветер есть далеко не всегда, а топливо разжится, это святое. Оно открывается каждый раз мне полбубздынь и закрывается. Супер. Подвесим сразу все, что можно подвесить. Интересно, а те дальние... Те дальние, они не ездят. Они служат, видимо, просто как склад. Да. Теперь вопрос в другом. Ну-ка. Вот сюда вот. Да, я могу это отодвигать. Я... Я хотел сказать, что я мог их, наверное, вот так всех выпустить, чтобы они всплыли. Оно, скорее всего... Черт, уйди. Уйди. Оно тебя раздавит. Скорее всего, оно... Я бы тогда их запер там навсегда. И не смог бы достать уже вообще. Оно такое легкое. Это немножечко не предусмотрели. Жаль. Ну, хорошо. С этой вроде как, ну, загадкой, не загадкой. Там какая-то загадка. Это так. На пополнение топлива. С этим мы справились. Но нам теперь сюда. Я не хочу больше тратить топливо. Давайте-ка. Оп. Погодка-то вроде нормальная. А хотя, смотрите, тут полнейший штиль. Я как раз хотел вспомнить, что у нас был вроде как маленький флажок, который давал понять, стоит ли пользоваться парусом. Видите, у нас флажок висит. Вот этот вот. Значит, ветра абсолютно нет. Нужно на него обращать внимание. Как только флажок у нас будет показывать правильное направление ветра, тогда можно будет и... О, я пропалился просто насквозь. Туда можно будет побаловаться. Так, ремонтника я, наверное... Куда его поставить, чтобы он не путался? Давайте я ремонтника здесь поставлю. У нас еще на два ремонта. В принципе, норм. Игнешн. Малый, вперед. Малый, вперед. Он что, сломался? Или так и должно быть? Ну-ка, ремонтник. От чего он мог сломаться? От чего он мог сломаться-то? Блин, ремонтника на одну штуку осталась. Из-за того, что его что-то врезался на большую скорость, кстати, вполне. Кстати, прикольно. Тут тоже есть такое окошко, через которое видно, как горит этот огонь внутри. За сколько там чего осталось. Оптимально держать там. Возможно, мы перегрели, кстати, двигатель. Смотрите, он сейчас разогревается, очень опасно. Нельзя его долго гнать на высоких оборотах. Ветер появился. Блин, я поздно заметил. Но сейчас уже гасить двигатель толку нету. То есть сейчас уже пойдем на двигатели. А когда двигатель подсядет, я просто только что пару в него накачал. Так, хорош, не нажимай еще больше. Двигатель спалит это топливо, и мы с вами пойдем уже на парусе тогда. Сохраняшка прошла, между прочим. Вот этот сонар, он мне показывает, что что-то есть или что-то было. Пойдемте посмотрим. Или мы что-то проплыли. Похоже, я все-таки не нуждаюсь в воздухе. Вот этот шлем, он меня то ли обеспечивает, то ли еще что-то. Ну, сзади я ничего не вижу. Это очень большое расстояние. Я на всякий случай всплываю, не знаю зачем. Кстати, тень нашего корабля, она же... А где и как она должна проявиться? А, вот она. Ладно, значит, наверное, это не так работает, как мне показалось на первый взгляд. На радаре промелькнуло что-то, какой-то облак... Ну, сигнал, я думаю, надо здесь остановиться. Возможно, тут что-то интересное. Но здесь ничего нет. Не сюда. Дальше мы пойдем уже не на движке. Надо немножко подэкономить. Пока у нас не шикоз с топливом. Поехали. Ну-ка, 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 ну-ка. Опа. 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 Вот тут у нас... Когда флажок доезжает до самого верха, в синюю зону, тогда... Черт. Ну, пройди еще немножечко. Мне надо парус открыть. Я надеюсь, мы проползем в этот момент, и я открою парус. Потому что мне оно чуть-чуть ходу дает все-таки. Мы на месте-то не стоим. С другой стороны, стоит ли мне открывать парус? Там, дальше, может быть, сейчас еще одна скала? Ну-ка. Блин, какие-то сотрясания... Сотрясения, непонятно что. Уже второй раз. Блин! Чувак, нам надо просто быстро сейчас отсюда валить. В общем, если сейчас появится скала какая-то, нужно успеть прибрать парус. По крайней мере, с той стороны. А почему цвет воды такой? Я же когда здесь упро... Нет-нет-нет-нет-нет, стой! Но мы плывем, кстати, и очень быстро. Я не знаю, насколько это хорошо. Я каждый раз туда так проваливаюсь. У-у-у-у! Пойду потрачу починочку. Все, она закончилась, она просто исчезла. Но мы идем дальше. Да, ветра нету, кстати. Но мы идем дальше вообще без двигателя. Нас просто несет течение. Посмотрите на воду. И еще кое-что. У нас в Ак-Амотиве... Ой, блин. Одно-то близко. Мы так на мель сядем. Вы чё? А мы уже... А мы уже... Блин... А как так... Какой-то шахтерский городок, кстати, да? Да. Нет! Нет-нет-нет-нет-нет-нет! Вы чё? Нет! Вы не ты? Чёрт! Ха-ха-ха! Такого жизнь меня не готовила. А-ха-ха! Ну же! Водный Ак-Амотивчик! Блийиииин! Ой, фонарик на задней палубе остался Нас просто разнесло Попробую спасти, что осталось Жестокий, жестокий мир Сюда я не могу попасть Сюда Сюда могу, кстати Эта часть частично затоплена, но в принципе ничего Топливо Иди сюда Движок накрылся А он накрылся прям так, что работать не будет? Или все-таки что-то можно сделать? Ух ты ж Так, во-первых, это все Сюда В топливный отсек Не знаю, зачем я это делаю, просто порядок нравится Давайте сходим Посмотрим, что там под водой у нас Починочка Как раз вовремя У нас только закончилась починочка И тут она лежит под водой Спасибо, игра Ну, как бы понятно, что игра это знала Два поинта Охо-хо-хо-хо А-а-а-а Это Для откачки воды? Я тебя понял Удобно То есть для тушения и для откачки воды Ну, на судне это Это логическая деталь Мы можем двигаться Нам оторвало кусок Но мы можем дальше двигаться Жаль, конечно, но опять же Остались на плаву и то хорошо Посмотрите, что там на заднем фоне А это случайно не Ладно, не буду высказать никаких предположений Потому что они могут быть ошибочны У меня такое ощущение, что это какой-то здоровенный корабль Возможно, нет Домики шахтеров Снесены просто Нафиг Нафиг Поддадим немножко У нас, в принципе, был заправлен почти полный бак И еще 4 Топлива у нас есть Что приятно Ветра нет Идем на двигатель Удобно, что переднеприводный И двигатель спереди И все механизмы спереди И все Поэтому Ну, оторвало заднюю часть А мы можем плыть У нас все хорошо Странно, что сейчас не музыки Ничего Ну, блин Вот эта штука, конечно Да, мне немножечко Да, не немножечко Меня это-то пугало Смотрите Это парусные дома Там какие-то на заднем фоне То есть Это реально дома с мачтами С парусами Уж не знаю, как тут все это выглядело Вон еще дальше на заднем фоне Там дома, которые Как гнезда птичьи Они Просто прилеплены к скалам А часть домов Они вот такие вот с парусами Ох-ох-ох-ох Опять же мы двигаемся вперед Уж не знаю Первая часть у нас сводилась к тому Что все Начало разрушаться Некий конец света Который уже как бы прошел Уже все немножко успокоилось Устаканилось И мы просто путешествуем По пустой земле И здесь происходит Наверное то же самое Опять же Я в первой серии Задавался вопросом Тем же персонажем мы играем Как из первой части Или нет Есть То ли Ну не то чтобы теория А Блин Серьезно Оно потухло Теория Не теория Что Фар Кроме того что это далеко Это Имя Главной героини Исходя из этого Получается И первая часть И вторая Они называются Фар Значит они про Нашего персонажа Про героиню Которая была Ась Что происходит Извините Схожу ка я посмотрю Что там внизу Мне просто интересно Вузончик такой Давайте доплывем До какого то определенного места Серию пора бы заканчивать Но я не хотел бы заканчивать В нигде Раз мы докуда то дошли И у нас заиграла музыка Значит мы приближаемся К какому то месту Давай 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 Ветра до сих пор нет А это Гляньте И часть чего то сзади Там торчит Какой то яхты Не яхты С таким красным парусом Ну и Да Я говорил Насчет смещения акцентов Что с красного Тут опять же У нас транспорт Такой ржаво-красный Парус красный Таким же Такого же цвета Был у нас и Акомотив В первой части Поэтому Ну смягчение Смещение акцентов Черт Стой Стой А может нам их продавить надо Сейчас попробуем Погодите Нет А что то над нами Радар показывает Что что то над нами Окей-окей-окей Все-все-все Снимаем напряжение С двигателя Начинает перегреваться Блин Много лишнего Спалили Хорошо Да-да-да Я вижу что он уже Закипает Блин А где пар Стравить то Есть кнопка Пар Стравить Она же была В прошлой игре Все-все Не перегреваем Давайте Тут На этом Заканчивать У нас вроде Там прошло Сохранение Есть какие-то Две-три Три точки Над нами И одна точка Далеко Впереди Под нами Значит нам Как-то нужно Туда сейчас Попадать Видимо мы будем Подныривать Жалко Много топлива Спалил Но Ничего не поделаешь Я думаю Мы еще найдем Новое Спасибо что были С нами Всем удачи Добра Бобра Всем молодушек Всем Покеда Спасибо за субтитры